Открытие закрыли. В очередной раз бывший строительный рынок, оказывается, все еще работал. Но уже не как торговая точка, а скорее как большой склад. Только вот все так же незаконно. Судебное решение о том, что рынка здесь быть не должно, вынесли в 2013. Сегодня пришли с исполнительным листом и судебными приставами. Только вот уже полтора года, как бывшие владельцы этой земли, отказались съезжать. В итоге все переросло в противостояние. Подробнее Юлия Абдулаева. Рынок открытия теперь закрыт. Несмотря на то, что судебному решению уже больше года, для хозяев бизнеса это, похоже, действительно открытие. Гостей из администрации, именно она владеет этим участком земли, здесь явно никто не ждал. Решение межвеностной комиссии правительства Московской области присвоено третьей категории розничных рынков, то есть не соответствующих требованию действующего законодательства. Не соответствует, значит, должен быть закрыт. Таким было решение комиссии. Но арендаторы, та самая фирма открытия, решили, что для них это не указ. Пришлось подавать в суд, тем более, что на лицо было сразу несколько нарушений. Когда предоставлялся этот участок, ООО фирма открытия взяла на себя обязательство по строительству. Автотехцентр здесь должен был быть, ну, как вы видите, не исполнили. То есть здесь не целевое использование данной территории. Что тоже является нарушением условий договора. На месте находят еще десятки нарушений. Территория грязная, кругом брошенные авто и контейнеры с мусором. На берегу речки, федерального, кстати, значения, биотуалет. И довершают картину игровые автоматы у входа. Общественники, которых тоже пригласили на закрытие, признаются, это шок. Вы как привыкли вести бизнес? Вот таким бизнес может быть? Нет, таким бизнес не может. Не то, что не в нашем городе, он не может быть вообще нигде. То есть, ну, это из ряда вон. Просто из ряда вон. Когда кругом мусор, когда все равно приходят клиенты, да, приходят люди, покупают какие-то стройматериалы, там, обслуживают свои машины в автосервисе. И вокруг них, они приезжают на помойку, по большому счету. Судебные приставы тем временем пытаются достучаться до арендаторов. Сообщить им, что фирма, у которой они снимают склады, не имела права вести бизнес. Те относятся с пониманием. Вы давайте закрывайтесь, ладно? Закрывайтесь, все. Вот только один нюанс. Оповестить арендаторов должна была фирма «Открытие», которая после решения суда работала незаконно. Представителей фирмы нет. Сейчас, можно сказать, началась активная фаза мероприятий. Вот ворота закрыли. Открывают только перед теми, кто хочет выехать. У входа целая вереница машин, которые хотят въехать, но их не пускают. Сейчас ждем экскаватор, который привезет бетонные блоки. Их установят перед входом, чтобы выезд и въезд были полностью закрыты. На заправке по соседству случайно находят гендиректора фирмы «Открытие». Тот общается агрессивно, говорит, заехал за топливом, ни о каких судебных решениях не знает и знать, видимо, не хочет. Евгений Михайлович, вам предложено получить предупреждение об уголовной ответственности как должностной листок организации фирмы «Открытие». ИНУНН 50-12-05-47-79. Вы будете получать данные предупреждения об уголовной ответственности по 35-й уголовной ответственности или нет? Вы будете получать или нет? Отказывается получать гендиректор фирмы «Открытие» Чернов Евгений Михайлович. Это статья за то, что не хотел выполнять решение суда. Следующее действие законного владельца – вынудить бывшего арендатора съехать с территории. Она, к слову, не маленькая – 9 тысяч квадратных метров. Въезд на рынок перегораживают бетонными блоками. Эту процедуру местные воспринимают спокойно. Такое уже было не раз. На утро блоки чудесным образом исчезали, а вот копать не дают. Крепкие ребята представляться не желают, просто стоят у экскаватора. Главный аргумент – это их гражданское право. Ситуацию меняет вмешательство полиции. На каком основании вообще фирма «Открытие» сдавала в субаренду не свою территорию, еще проверит отдел по экономическим преступлениям.